Угроза экономической безопасности Казахстана представляет незаконную деятельность в сфере добычи криптовалют. Это может привести к сбоям поставки и дефицита электроэнергии. Об этом сообщают сотрудники Республиканского агентства по финансовому мониторингу. Заинтересованные органы провели проверки. В результате 55 майнинг-фирм добровольно прекратили свою деятельность в республике. Эти предприятия полностью приостановили работу, демонтировали оборудование и вывезли его из мест дислокации. Теперь заинтересованными госорганами проводится работа по недопущению вовлечения этого оборудования во вторичный оборот. Среди майнинговых компаний, прекративших свою деятельность, имеются фирмы, аффилированные с известными предпринимателями Булатом Назарбаевым и Александром Клебановым в Павлодарской области. Также экс-председателем правления национальной компании Казахстан Кайратом Шарибаевым в Актюбинской области и одним из известных бизнесменов Ерланом Нигматулиным в Карагандинской области. Наряду с этим сообщают сотрудники агентства, присчиняя незаконная деятельность 51 майнинговой фермы. Эти предприятия не уведомляли уполномоченные органы начать деятельности, либо незаконно подключались к источникам энергоснабжения без технических условий, необоснованно размещались на территории специальных экономических зон, а также уклонялись от уплаты налогов и таможенных платежей. На сегодня все они отключены от источников энергоснабжения. К примеру, в Карагандинской области майнинговая ферма незаконно осуществляла деятельность на территории СССРРК. И это при том, что приоритетными видами деятельности СССР являются производство оборудования, металлургическая промышленность и строительство. Также по сообщению агентства выявлены факты расходования, а порой и перепродажи электроэнергии, предназначенные для производственных нуж. В Павлодарской области две компании, которые занимаются тепличным хозяйством, продавали без лицензии излишки своей электроэнергии для майнинга третьим лицам. Среди майнинговых компаний, осуществляющих незаконную деятельность, имеются фирмы, аффилированные с одним из богатейших бизнесменов Казахстана по версии Forbes, Кайратом и Тингеновым. Кроме того, незаконную деятельность осуществляли компании, связанные с секс-руководителем Департамента Министерства внутренних дел Клигена Маткенова. Напомним, Клиген Маткенов с 2012 по 2016 годы был начальником Кусанайского департамента, тогда еще внутренних дел, а позже занимал должность в начале департамента по противодействию наркопреступности МВД Казахстана. Как сообщают в агентстве майнингового оборудования, иногда контрабандным было завезено в Казахстан из Китая, Южной Кореи, Сингапура, Турции и Грузии. Один из таких фактов выявлен в Алматы, куда из Китая ввезено больше 1000 единиц майнингового оборудования на 2,8 миллиарда тенге. Всего агентством по финансовому мониторингу зарегистрировано 25 уголовных дел, изъято более 67 тысяч единиц одорудования стоимостью около 100 миллиардов тенге. Отмечается, что принятые меры не только сдерживают рост потребления электроэнергии, но и высвобождают энергомощности. В результате суточное потребление электричества по всей стране снизилось на 600 мегаватт. Виталий Луговской, РТН